Локомотив ЦСКА это наш российский футбольный блокбастер. Интригующий, высокобюджетный, со звездным подбором исполнителей главных ролей, с яркими декорациями, спецэффектами и многочисленной массовкой. Конной на подходах к стадиону и зрительской на трибунах в количестве 22 тысяч. В общем, со всеми атрибутами, которые в совокупности должны обеспечивать главное – зрелищность. Такой матч, независимо от результата, всегда отрадно отметить, если игра удалась. Отметим и здесь – игра удалась. Локомотив ЦСКА в текущем сезоне – это еще и матч равных соперников. А когда силы команд равны, зачастую победу могут обеспечить прочие, неигровые компоненты. Мотивация, например, или везение. У ЦСКА в первые 15 минут мотивации уж точно было в переизбытке. Не хватило только главного – забитого мяча. Армейцы штурмовали ворота Овчинникова на фоне катастрофической потери концентрации игроками Локомотива. Семак не реализовал чистый выход один на один. Рахимич промахнулся из пределов штрафной. Нижегородов почти срезал мяч в собственные ворота. А Игнашевич, используя свой момент, наверняка стал бы для самых злопамятных болельщиков Лока вечным олицетворением бед любимой команды. Локомотив в атаке действовал скудно. Справа Хохлоп с больной спиной смотрелся хуже прежнего. Слева Абиора с кредитом доверия смотрелся как всегда. «Сделай это, Джеймс!» – просили трибуны. Но Джеймс, за отведенные ему 45 минут, так ничего и не сделал. В таких условиях железнодорожникам оставалось надеяться только на маневренного Сычева. Мяч забрасывался в линию атаки при каждом удобном случае. И если Сычев за него цеплялся, получалось опасно. По итогам первых 45 минут нули на табло удержались с трудом. В концовке тайма Гурянко и Васьков по очереди пытались пробить Мандрыкина. В ответ армейцы отметились еще одним нереализованным выходом 1 на 1, уже в исполнении Кириченко. Овчинников спас. Второй тайм железнодорожники начали поувереннее и на 56-й минуте отпраздновали гол. Хохлов быстрее других сориентировался в чужой штрафной. Футболисты Локомотива еще продолжали радоваться. А на кромке поля уже начал разминаться Ивица Олич. Признак грядущих перемен в составе ЦСКА. Олич с Ерошиком заменили Симака и Алдонина. Однако за минуту до этого счет мог уже стать 2-0. Сычеву не помешали ни защитники, ни Мандрыкин. Помешал арбитр на линии, разглядевший в этом эпизоде офсайт. Повтор свидетельствует Сычев до тонкой линии вне игры, не дошел больше метра. После пропущенного гола армейцы заметно занервничали. Стали чаще ошибаться, что им и помешало с большей голевой активностью провести на поле оставшиеся полчаса. Как итог 1-0. При абсолютно равной игре, оправдавшей как зрелище большинство ожиданий, преимущество в счете оказалось на стороне Локомотива. Нельзя сказать, что сегодня кто-то больше хотел или кто-то больше старался. Хотели обе команды, но мы, к сожалению, не смогли реализовать те моменты, которые создали. Локомотив сумел. Поэтому сегодня была удача на их стороне. Удача, мастерство. Ну, вообще футбол на 70% это случайность. Бывает так, что команда владеет преимуществом и больше атакуется, создает моментов, а выигрывает другая. Сегодня я не могу сказать, что мы владели большим преимуществом или ЦСКА, но, тем не менее, гол забили мы. И случайность это не случайность, это уже другой вопрос. Может, нам где-то больше повезло, но, тем не менее, мы выиграли. Если бы до игры волшебным образом приложили бы ничью в этом матче, согласились бы? Нет, конечно. Ну, знаете, если бы я знал, что мы 1-0 поиграем, то согласился бы. Конечно.